о тайлер огромное тебе спасибо за этот вечер это было просто незабываемо синди знаешь я не хочу чтобы этот вечер заканчивался вот так может быть мы проедем ко мне в квартиру я бы с удовольствием но ты ведь помнишь о правиле трех свиданий черт возьми как я мог забыть про это я не задел твой чувства ближайка еще такой дурак так классно было щас сегодня совлендра ты чё ничего не стоит не вот так вот вечер провести хочешь вообще мне на хату переместимся щелчий американский фильм смотришь правило трех свиданий есть такой чужой три свидания до те сколько лет 30 мозги не бит а по всалам алейкум я тут магазин зашел по пути домой чё купить адам и купи себе квартиру сыну и живи отдельно уже блять оглаец спиногрыз это извините не лежу конечно просто вопрос такой давно интересовал а чего все время на вызовы опаздываете долго-долго звонишь звонишь вам вообще не туда звонишь никто не отвечает на базу вашу дядька не заболел недавно ни хрена не приехали наверно во время коронавируса сейчас нам нет кого прям вот вчера это было дядька но это не к нам же брат это вот наверно там жалуются вверх мы точу мы же обычные медики обычно медики совесть иметь это ускоряйтесь как хорошо мы перед еще можно на сайте пожаловать совесть иметь и хотя бы сами если он вызов поступил сразу езжайте я начальник управления казахтелеком кто бы говорил и вот вы заткнитесь пожалуйста вы когда приедет на трубку берите короче я уже год ваша специалиста жду интернет в общем решили пацанам пару футбол взять магатонда как седа понесло не в ту степь на дворе зима она туфли смотрит намекает пиджак карабко декретті жүрген айырге пиджак керегене ось тсумиме айцақ пәлесіне аласын не стейміз енді көтімізді күйтімізді қысып жүре береміз да тепер пасуды смотит чөйезне бодит делать дома гара пасуды ай казяктарымыз бітпе кеттей использует мене знает как надавить бітпе айба пасуды күйтімізді күйтімізді қар 85 мақдар енді көтімізді қа қалғңhourда как ничего не было блин последний же нормально же было вот это трусы с сеточками блин кто там ассалам алейкум брат я тут гости пришел там видимо не слышит наверное можешь открыть а пожалуйста и ты че мне чешешь там алкоголик наркоман чертовы пошел вон отсюда понял и ты че так допускающий слышь я знаю где ты живешь и сам должен зарабатывать уже давно в своем возрасте я поле пахал деньги приносил по 30 дней вот это у меня серьезная проблема что случилось болезни у меня я не знаю давай быстрее к делу что вас беспокоит в общем мне становится не по себе когда мои сверстники достигают каких-то целей богатеют а так это синдром курома ушелок нет я вроде уже переболел этим просто я считаю вот буквально все таксистов артистов сколько зарабатывать футболистов а так это самая распространенная болезнь нашей страны с hd 21 ну считать чужие деньги и так 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 сейчас я вам сперва сперва пропишу глюкозу потом шапалах вы имеете ввиду первое время возможны ломки там не смотрите концерты футбол мероприятия разно хорошо поэтому а мжиме иди работой всем всем спасибо большое запах я вещи забыл высушить это стиралки 3 дня лежали прикиньте пиво есть да 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 есть такое надеюсь все солба думаю свои предложения уже сделать предложение на торопись братом не торопись подожди а чем может мы обойдем чуть-чуть это я тоже так думаю наш вообще в разводе всегда виноваты двое это она ее мать а чё за ссылку ты мне отправил то посмотри в чё то а чё там ой да прикол просто они я не люблю ссылки там прослушка у меня сегодня долгожданная встреча с моим другом посмотрите с кем мы здесь мы не снимали удали удали истории хозяев знаю там хозяева эти то договори нормально что ты здесь никого добра обратно тут на тот номер позвони добра а брат на уцап на уцап все брат адрес скидывай на телеграм файлом ахат только файлом пошел на телеграм все давай все кто там братан зовет на уцап просто я говорю это хозяева там хозяева там кто да блин ты чё не какие-то шибания там вообще вы меня не понимаете я устал я пошел жить отдельно в своем домике на дереве понятно сынок пойми что мы с матерью мы тебя очень сильно любим джурнир младший а ну-ка послушайся своего отца он праве сам решать свою жизнь если ты наш ненавидишь что это твое право на что гадать будем у тебя моя хорошая будет хороший жених обеспечены очень хорошей денег много любить будет а у меня подожди а тебе потом сказали же прекрасная у тебя любовь там вижу очень хорошо мы хорошая иди на улицу по разговаривать пожалуйста люди работают она не хорошая ты с ней отдаляйся лучше поругайся хорошо я вижу вижу все она отобьет этого парня слушай я не поняла как она себе второго жениха нагадала если у тебя муж лезть а тебе чё жалко что ли пригласили в гости меня посадили между двух бабушек я конечно же сперва обрадовался но потом понял что 20 минут на антракте я просидел на диване потому что бабушки не вставали а их просить неудобно и вот пьем чай я думаю как бы встать и тут появляется надежда одна из бабушек встает накладывать саркот вот так облом и просидел я еще так 30 минут слушая их разговоры я уже облысел ну наконец-то все закончилось и все гости разошлись но бабушки остались я думаю пофиг рискну и пройду но там присоединилась еще одна бабушка а это уже забор так вот весело дружно живет ну чё жигатель молодцы в этом году хорошо поработали как говорится результат на лицо да у тебя вниз грязь кстати убери поэтому вот вам две путевки на курорт сеете отдохните спасибо спасибо вот если бы не наш акимат о здрасте марсат катыш здравствуйте как дела как отдыхаете вообще классно нравится я еще сейчас домой заберу вот так баклажки баклажки надо короче давайте сейчас здесь грязевые процедуры закончите отсюда сразу едете в заречные там у нас это минеральные паводки до процедуры скупаете все нормально потом после этого я вас еще записал на пылевые ингаляции спасибо марсат катыш все ради вас парни вот таких бы людей побольше да к нам вакимат да да а